всем ребят привет сегодня у меня будет интересное видео связано с чисткой монет недавно я увидел один комментарий одного из подписчиков нет даже не подписчиков а как вам сказать диванного наверно все-таки копателя это канал до канал который мне оставил комментарий почисткой под электролизом и он меня обвинил то что я якобы мошенник обманщик и лгун этот канал называется фортуна а вот то самое именно сообщение от фортуны что он мне пишет а вот это уже развод полный стоит монету хоть минуту подержать как она потемнеет я не спорю даст потемнеет с медью этот метод работает а с алюминистой бронзой нет вы и сами поняли что лоханулись когда пальцами провели она осталась темной нет я не лоханулся щеточка вы ее и за неделю не очистите ты не прав чистится мгновенно а с содой или помимо люксом минут 20 до что то говоришь блин всего-навсего 20-30 секунд до такого состояния жаль девушку которая обратилась а да мне опросила девушка показать именно электролиз с алюминистой бронзой и ради нее я видео сюжет этот изготовил и он тут меня критикует что жаль девушку который ко мне обратилась а вам должно быть стыдно мне стыдно за что если я не прав снимите процесс от начала до конца одним роликом без разрывов именно для тебя я сегодня и постарался это сделать но многим не интересно смотреть жижу грязи которая осуществляется в чистке но я уверен что вы это делать не станете уверен значит ты трепло фортуна я это сделал он разочаровался во мне так и пишет разочаровался вас но фортуна ну и фиг с тобой разочаровался другие то нет так что имею ввиду не надо трепать языком как помело налево направо он сам копатель я зашел посмотрел он на меня не подписан он копатель копает монетки но мне было неприятно настолько что копатель и обвинил меня и не поверил результату тому который оказался после чистки электролизом тогда я чистил монеты советские желтенькие и он сказал что я лгу да да ребята сказал что я лгу что не может быть такого результата ты с ними все одним файлом чтобы не было прерывания и сегодня я хочу вам доказать и показать что все что я делаю не просто так у меня все по-настоящему если бы и это у меня было бы просто фейковые вы бы наверное уже все давно поняли что я лгу но когда единичные экземпляры пишут мне такие гадости вот ну просто иногда раздражает я делаю эксперименты для вас пытаюсь найти новые какие-то решения обучаю новичков и все 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 что касается скопом и мне вот так вот неприятно поворачивается неприятно так что сегодня покажу метод электролиза будем чистить советские монеты в частности золото партии выбрал я два пятачка ну давайте сейчас я и продолжу насчет этих пятачков но подобрал я два экземпляра один хорошего сохрана чтобы вам доказать что метод можно чистить и слабой загрязненности это у нас 5 копеек 32 года и 5 копеек ужасного внешнего вида в общем отвратительный совет 5 копеек 35 года как вы видите я не просто взял дорогие моменты 32 и 35 год это дорогие пятачки и мы будем вместе с вами чистить электролиза кто-то говорит что он убивает если бы этот метод убивал я бы не стал вам показывать и чистить очень дорогие пятаки да именно взял 32 35 чтобы вы не думали что я их подменил потому что они как бы редкие и дорогие а то скажут сейчас вот подменил и все прочее нет ребята обратите внимание на сохран 32 год хороший грязный кое-где проглядывается небольшие зеленые окисления 35 год он полностью в окислых полностью смотрите здесь еще рельеф проглядывается но она зеленая передает ли вам камера всю зелень которую она состоит это жесть полная вот эти два пятачка буду снимать не отключаясь дальше будет у меня емкость вот такая вот пластиковая две прищепки чтобы зажимать зажимчики конечно же буду использовать блок питания это трансформаторный блок питания тут как бы вольтаж необязательный именно ампераж нужен вот чем меньше тем медленнее он будет чистить ну и наша емочка емкость где будет вода наш состав жидкости кто не знает вода и соль ну что давайте берем нашу емкость туда мы засыпаем ложечку соли соль будет обычная пищевая ложка на все это мы заливаем теплую воду чтобы соль побыстрее растворились чем больше будет соли тем состав будет огромен агрессивней то есть работать будет побыстрее давайте я еще пол ложечки положу чтобы поменьше затратить вашего времени всего это нужно размешать чтобы вода стала соленой так что не обессудьте ребята видео получится наверно все таки длинная так как по некоторым комментариев одного человека он мне не верит по результату так что заготовьтесь попкормом напитками и смотрим буду использовать ребята обычно еще раз повторюсь трансформатор вот он старенький 220 вольт вот ампераж я даже не знаю электроника d234 вот других надписи нету но повторюсь еще раз самое главное чтобы был ампераж говорят даже подходит обычный зарядное устройство для телефонов дальше что я беру у меня два вот таких вот конца на одном конце видите уже ржавый гвоздь мы его сразу ложим зажимаем вот на другой конец мы одеваем монету я использую обычную скрепку потому что они очень быстро подгорают и тоже ложу так так поближе положу чтобы вам было наглядно но фокус я еще увеличу чтобы вам было хорошо видно как все это происходит так вот так будет поудобнее наверно вот и все это дело я заряжаю в обычную сеть первым что должно произойти это должны появиться пузырьки как вы видите процесс уже пошел пузырьки у нас в объеме пошли вот они я думаю так вот вам достаточно будет видно сам процесс то что от монеты должны исходить пузырьки не наоборот не от гвоздя а от монеты долго находиться в таком сохране монете не стоит потому что сохранчик как вы видели очень очень хороший этим методом пользуются даже археологи но вы должны понимать что археологи как бы дорожат находками вот и в этот метод чтобы не утратить саму находку что у нас там происходит монетка как вы видите стало темный черный ничего страшного на то на том эксперименте у меня то же самое было монетка черная ничего страшного монете не будет ну сколько прошло наверно минут это точно давайте выключим потому что монетка у нас не грязная было выключаем снимаем монету достаем из жидкости монетка у нас получилась вот такая вот смотрите вот такая монетка у нас получилась я беру полотенца вот смотрите чтобы не видел что я ее подменил и что-то запомните 32 год я его протираю хорошенечко на ней остается такая знаете неестественная патина вот такая вот вроде как грязный да грязная что я дальше делаю можно конечно же взять кашицу соды но я от сода от пимом люкс стал отходить в сторону и беру просто нашу щеточку так давайте фокус беру нашу щеточку вот и прохожу по монете как вы видите монетка на глазах очищается но интересно то что на монете можно оставить родную патину ну конечно неудобно мне в пользу в такой стоять начищать вот одну сторону почищу вам до чистого металла и в процессе чистки второй чтобы не тратить ваше время я ее буду за кадром чистить видите да монетка преобразуется монетка чистится вот такая вот уже становится еще немножко и она будет как новая давайте не буду я тратить ваше время закину вот это вот ужасную монету очень ужасная по времени сказать не могу сколько будет потому что раствор я как бы всегда на глаз делаю и бывает по-разному тоже забрасываю нашу монету повторюсь монета дорогая тридцать пятый год забросили и включаем сеть с процесс пошел у нас мгновенно вот идет процесс прошу ну а я пока буду заниматься нашими точкой ну а ну а ну а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok монету вот после наверное трех минут камеру я не выключаю вам наверное все видно единственное что может буду делать промотку промотку вперед чтобы не тратить ваше драгоценное время так бросаем ее снова надо был секундомер взять часы чтобы вам было все хорошо наглядно видно так надо уложить так чтобы вам было видно они как мне удобно вот уложили и снова блок питания в сеть процесс пошел мгновенно так что ждем еще наверно 35 минут и я вам покажу промежуточный результат что а а а а и а и а и и Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребята, прошло, наверное, еще 2-3 минутки. Надо было секундомер включать, чтобы вам показывать, сколько проходит времени с момента забрасывания. То же самое. Беру монету, бумажным полотенцем протираю, чтобы она была сухой. Так, тут вроде как изменений нету, но сейчас пройдемся нашей волшебной щеточкой и посмотрим, что у нас все-таки. Нет, здесь окислы сильно крепко держатся. Крепко. И что мы видим тут на монете? К сожалению, зеленка свое сделала. Монету немножко подъела. Значит, оставляем монетку чуть дольше. Ну, все равно, мне радует сохран монетки то, что он выглядит, по крайней мере, вот так. Я думаю, будет полная жесть. Но ничего, ничего, пойдет. Так, подключаем снова все это дело и забрасываем в нашу гадость. Так, забросили. Старайтесь, чтобы гвоздь не соприкасался с монетой. Потом может быть чего-то такое интересное произойти. Все. Оставляю, наверное, еще минут на пять. Время сейчас пятьдесят шесть. Ждем. Музыку слушаем пока. Ее на ускоренном просмотре. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я не выдержу, ребят, я не выдержу и ваше время тоже потому что как бы нехорошо ваше время затрачивать просматривая вот на эту вот гадость я пожалуй закину еще на 10 минут на 10 минут но на этот раз я камеру выключу уж извините но я не могу смотреть как вы мучаетесь ладно включаю камеру тоже выключаю не буду вас томить включу уже когда монетку почищу ну что ребят наверное пришло последнее мгновение когда я ее изыму и на этом закончу до этого я доставал лежала она у меня еще 10-15 минут вот и я думаю сейчас будет конечный результат да зеленки нету вот и сейчас я ее протру при помощи и малюкса параллель с щеточкой и вам покажу на результат данного средства ну что ребят пришло время подвести итоги пятачок 32 года почистился отменно зачетно красноты нету болячек нет в общем в принципе хорошо но я хотел вам показать то что зеленые мне было интересно как метод справиться с тем кота которая была здесь зеленка но к сожалению по бомб зелень всю монету съела как бы я не пытался ее реанимировать не получилось зеленка сделала своем тридцать пятый год ребят тридцать пятый год дорогая монета к сожалению утрачена не мной не мной я пытался ее спасти но к сожалению я не всесилен и какой другой метод бы эту монету хотя бы в таком внешнем виде не смог бы оставить не смог так что данная монета отправляется у нас к дорогим как аликам но все же помните да какая она была и какая настала как что вот так вот ребята а с такой монеты которая сейчас у меня в руках наверное любая бы жидкость справилась на ура даже лимонная кислота почистила бы не хуже так что как то вот так получилось неплохо сейчас я побуду прощаться и вам скажу кое-какую информацию думаю она вам будет полезно и так ребят на этом мы будем заканчивать свой видео сюжет почистки надеюсь фортуна именно тебе да да именно тебе я доказал что средство работает то что я махинациями никакими не занимаюсь не подбрасываю ничего тем более своим зрителям это не гоже обманывать вот так что вот так вот ребята надеюсь не осудите меня что я осуществляю при монтаже иногда урезаю файлы как сегодня вы наверное наблюдали это не интересно смотреть одним файлом то что происходит так что надеюсь меня поддерживается и поставите в комментарии плюсик вот ну а что хочу сказать что будет завтра завтра я тоже буду использовать именно электролиз но при чистке других сплавов монет будет медно-никелевые на следующий день медь и также хочу попробовать 61 год может чего получится потому что до сих пор я не знаю как чистить монеты после 61 года все средства убивают эти монеты потому что состав медь никель цинк и средства найти до сих пор не могу уже на протяжении 8 лет если есть у вас методы чистки 61 года пишите в комментарии я конечно попробую если что-то получится запилю видос на этом и все всем пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok